Друзья, всем привет! Кто давно со мной уже, наверное, знает, что я обожаю делать необычный, немного странный, сказочный декор. Сегодня как раз будет видео про такой декор. У меня есть вот такая вот проволочка, она хорошо гнется. Покупала я ее просто буквально за копейки, за пару долларов у дедушки на раскладке, там где всякая мелочевка продается для ванной. У меня было 50 метров, до сих пор осталось еще. И сейчас вот с нее я буду творить. Кусочки можно брать где-то около 40 сантиметров, в зависимости от того, какой размер дерева вы хотите. И вот так вот я скручиваю первую веточку, один край до конца, а другой край вот так вот расправляю. Можно брать 6-7 таких проволочек. И вот так вот скручиваю, формируя ветки. Тут сложно ошибиться, если что-то не понравилось, вы можете раскрутить или закрутить заново, подрезать, добавить. Так вот формируете пока, а потом можно будет это все скинать в нужном вам направлении. Таких веточек нам нужно сделать несколько, я буду делать 4, можно разное количество. Теперь мы их соединяем попарно, отступаем немножечко и вот так вот закручиваем, но уже в этот раз не до конца. Оставляем небольшие остатки незакрученными. Так попарно соединяем. Скручиваем. И теперь скручиваем то, что у нас получилось. Между собой тоже немножко отступили. И закрутили. Я немного изогну ствол таким образом. У меня будет такое древнее дерево. Ветки тоже наклоню. Такой будет эффект старого, такого волшебного дерева. Вот что получается в итоге. Кстати, если нет проволоки, вы можете использовать какие-нибудь веточки, срезанные с дерева настоящего. У нас просто ураган, поэтому очень много валяется веточек. Никак не придумаю, что с них сделать. Уже собрала. Вот вернемся к нашему дереву из проволоки. Я хочу его сделать толще. Для этого я беру просто фольгу и вот так в хаотичном порядке ее сминаю вокруг ствола и веток. Формируя ту толщину, которая мне нужна. Здесь тоже не страшно, невозможно ошибиться. Если что-то лишнее прилепили, можно убрать. Если чего-то не хватает где-то объема, можно добавить. Просто вот так вот, буквально как пластилином. Обминаете фольгой вокруг всех веточек. Вот что получается в итоге. Хочется еще у корневой системы немножко добавить толщины. Можно сделать утолщение, где ветки переходят из ствола в тонкие веточки. Ну вот это, пожалуй, наверное, лишнее. Нужно его убрать. Теперь мы это все приклеим к картону. Это пока еще не подставка, это просто такой промежуточный этап. Корни я немного вот так загну, они слишком длинные получились. Приклеиваем к маленькому кусочку картона. Я использую горячий клей. Можно, я думаю, и суперклеем в принципе. И даже скотчем. Приклеили и максимально обрезаем это все. Теперь я беру обычную малярную ленту, такой бумажный скотч. И кусочками в хаотичном порядке обклеиваю этим скотчем все места, где есть фольга. Можно вот так вот в круговую. Тут не нужно особо стараться. То, как сгинается скотч и формирует складочки, это все потом красиво выглядит в виде фактуры дерева. Поэтому быстро, вот так как вам удобно, закрываете всю фольгу скотчем. Вот что получается. Подставку я тоже решила покрыть скотчем. Теперь я возьму акриловую краску, ватную палочку. Ей мне оказалось удобнее раскрашивать, чем кисточкой. Можно губку использовать для посуды. То, чем вам удобнее. Окрашиваем весь ствол в тот цвет, который вам нравится. У меня вот такой вот темно-коричневый. Вот то, что получается в итоге. Теперь я хочу добавить подставку. И буду делать такие вот ветвистые корни. Приклеиваем все. И берем фольгу обычную. Сминаем ее в форме червячка, колбаски. Можно несколько штучек вот так сделать, приложить, посмотреть. И когда результат вам уже нравится, их потом постепенно все приклеить. И в общем, все. я тут вам помелькаю немножко в кадре своей лохматой кофте у нас очень холодно просто вот что получилось в итоге теперь это все мы тоже хорошенечко заклеиваем скотчем чтобы не осталось место где видно фольгу и все это естественно нам нужно тоже раскрасить коричневый цвет тщательно закрасив и подставку теперь это все просушу феном чтобы быстрее вообще акриловая краска быстро сохнет но с феном еще быстрее сохнет теперь беру светлую краску она может быть белой я сделала нежно-сиреневую смешала цвета может быть нежно-голубая может быть даже такого эффекта свечения в темноте если у вас есть такая забыла как она называется вот так вот полусухой кистью я выделяю нижнюю часть ствола дерева и корни наношу как будто такие вот капельки дерево то она сказочная поэтому придаем ему такого вот немного необычного сказочного эффекта теперь берем обычную губку для посуды отделяем вот эту жесткую часть ночью легко отрывается и нарезаем губку ножницами на маленькие маленькие квадратики удобнее это делать вот так вот сначала отрезали небольшую часть тоненькую нарезали на полосочки так вот их сложили и нарезайте маленькие маленькие кусочки чем меньше кусочки тем изящнее будет смотреться в итоге изделия если губка прилипает к рукам и ножницам ее можно намочить тогда она не будет так липнуть электролизоваться вот я ее нарезала заливаю туда светлая нежно-розовую акриловую краску можно добавить воды если вас губка розовая можно голубую краску нежную и добавить вот таких вот блесточек хочу для красоты и вот такие у меня еще есть можно и без глиттера обойтись но с ним вот все-таки красивее выходит теперь я беру леску с иголочкой и нанизывая вот эти вот кусочки которые я уже просушила можно их влажными наносить но тогда руки будут краситься потому нужно будет отмывать с акриловой краской проблем нет от мыть но все-таки можно дождаться пока они просохнут и на них хорошенько закрепится блестки и краска вот так вот нанизываем на леску такие кусочки у нас должны быть длинные размещение вот таких вот кусочков губки на леске может быть с небольшими промежутками не сильно плотно то есть как вам нравится делаем их много и приклеиваем на ветки и смотрим что нам еще хочется добавить то есть постепенно добавляем их на веточки если хотите дерево светильник понадобится вот такие вот штучки не бывают разного вида продаются в магазинчиков с мелочевкой я их купила за 10 гривен это около 30 центов не знаю 30 рублей где-то так эти диодики можно извлечь и как-то спрятать в корневой системе дерево можно их закрасить белую часть там где пластик получится такой вот светильник необычный даже чем-то напоминающие дерево эйва волшебное дерево душ из фильма аватар без светодиодов это тоже в принципе выглядит достаточно интересно друзья подписывайтесь пожалуйста на мой канал смотрите другие мои видео я очень люблю делать какие-то необычные вещи из самых-самых простых доступных материалов буквально из всего что под рукой благодарю вас за то что вы смотрите мои видео до конца ставите лайки пишите комментарии мне очень приятно их читать ваша поддержка очень вдохновляет меня хочется творить дальше